В Башкортостане производство бумаги и бумажных изделий за 7 месяцев выросло больше, чем в 2 раза. Об этом сообщили в республиканском Минпроме. По данным ведомства, высокие темпы роста отмечены в производстве бумажных пакетов и сумок в 10 раз. В полтора раза увеличился выпуск ярлыков и этикеток для одежды, хостоваров и продуктов питания. Производство гофрированного картона выросло на 36%, а тест-лайнеров на 28%. На сегодняшний день предприятиям оказываются комплексные меры поддержки. Это и предоставление субсидий, и проводимые отраслевые часы. Так, с 2018 года субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются субсидии по возмещению части затрат на приобретение нового целевозно-бумажного, мебельного, деревообрабатывающего оборудования, новой лесозаготовительной, лесохозяйственной, лесопожарной, лесовозной техники. По итогам конкурсного отбора в прошлом году предприятия по производству бумаги и бумажных изделий получили субсидирование в размере 10 миллионов рублей. По данным регионального Минпрома, крупнейшими предприятиями этой отрасли являются картонно-бумажный комбинат, завод Николь Пак, а также компания Добрый Картон, Юж Урал Групп и Вэйпак. С 2020 года предприятия по производству бумаги и мебели могут претендовать на получение субсидий в размере 40 миллионов рублей на возмещение части затраты. В этом году прием заявок начнется в октябре.